Друзья, мы продолжаем играть Евротрак симулятор Going East и сегодня у нас довольно таки была ну такая скажем длительная поездка все из-за того что у нас вот вы только посмотрите на gps я специально здесь остановился не стал доезжать еще ближе к городу чтобы показать вам какая здесь вот дорога это просто супер здесь кажется для настоящих профессионалов такие вот дороги делаются ну и нам осталось буквально чуть-чуть проехать где-то около сотни километров по ходу по вот такой вот по вот такому вот серпантину кстати мы кажется уже здесь когда-то ездили вернее не здесь но что-то похожее у нас с вами уже было вот кто бы мог подумать да что вот посреди поля ну практически поле или леса все равно какая разница самое главное то что вот так вот сделать вот такую вот дорогу почему нельзя было по прямой сделать не знаю возможно это для того чтобы уменьшить радиус вернее несколько не радиус а угол наклона горы вот это если сделать по прямой так может быть не каждый автомобиль вытянет а вот так вот серпантином по крайней мере наш трак с трудом туда подбирается но в общем я здесь остановился если мы посмотрим на карту вот мы где с вами находимся как я уже сказал я хотел где-то вот здесь вот встать и начать записывать а вот эту вот часть дороги я проехал за кадром вот так же кажется отпознание да и мы сами едем испольственно в прагу здесь вот у нас два салон чека я вижу или что-то тут такое по крайней мере один салон не говорили здесь точно есть ну а второе скорее всего так или кадровое агентство или чтобы там ни было короче говоря мы все с вами откроем так хорошо там он уже это прага да он смотрите там какой-то то ли башня то ли чё это такое или возможно это даже несколько башня а я знаю что у нас тут в городе ну вокруг города короче говоря есть леса и в этих лесах делается специальная такая вышка где залезает лесник или может быть не лесник не знаю может быть пожарники и в такой сезон года когда возможны пожары оттуда они наблюдают возможно это такое чё-то или какая-нибудь телевышка сейчас поближе подъедем посмотрим вот и хотел бы я посмотреть вот на гору мы с вами действительно на гору все выше и выше поэтому понятно на gps это не поймешь перепад высот да а вот здесь вот мы можем с вами посмотреть вон она дорога по которой мы с вами ехали ограничение 80 километров да кто же здесь в своем уме 80 километров будет ездить по таким-то склонам мы например с вами но километров 70 не больше хотя вот тут дальше дорога пошла более-менее вроде бы как прямая поэтому может быть пускай будем 70 держать 69 на джипиесе на джипиесе на этом на круиз-контроле будем успевать даже по сторонам посматривать если нет какого-нибудь поворота там у нас вон какая-то фабрика здесь дрова заготавливается вернее бревна там бумажная фабрика какая-нибудь да вот что я заметил довольно таки вот так тут давайте мы не будем так гнать довольно таки много здесь вот ферм разных и что интересно вот вроде бы как необычно да это то что здесь на этих фирмах они не просто так сделаны а на фирмах даже иногда работают комбайны комбайны трактора ездят народ там тусуется короче говоря круто сделано неожиданно довольно таки ладно там я понимаю что в городах трафик должен быть и народ должен туда-сюда ходить по крайней мере пешеходы точно должны быть иначе что это за город такой без пешеходов но вот так вот чтобы сельскую местность еще оживить это зачет это плюс разработчикам так это у нас какой-то часть автобана пускай проедет я тоже пожалуй займу вот этот вот ряд и здесь мы можем с вами притопить кстати смотрите вон интересный такая такая достопримечательность интересная это у нас то ли заправка то ли что это да такое офигенно жаль некогда можно было бы съехать на обочинку да посмотреть но мне уже хочется поскорее приехать в город и получить денежки и опыт в основном конечно же денежки так посмотрим это у нас вот съезд круто сделано кстати смотрите да съехал тут отдохнул подальше от трафика нам тут осталось буквально действительно чуть-чуть я вот к чему сюда вышел так мы вот так вот поедем вот так и приедем сюда сдадим груз и вот отсюда мы можем вот так вот развернуться и дальше вот так поехать да то есть нет смысла сейчас с грузом ехать вот здесь потом возвращаться назад без груза и значительно быстрее все это у нас с вами получится и откровенно говоря легче атомная электростанция какая-то или что-то или угольное предмессия уже праги в общем вот этот вот рейс хоть он вроде бы как и не очень большой но все же показался мне сложным из-за того что вот такие вот зигзаги на всей дороге и при том вот ну я уже в одной из прошлых частей говорил что не совсем понятно почему вот такие вот зигзаги по ровному полю иногда но здесь вот понятно серпантин у нас потому что поднимались мы в гору да вот действительно из-за угла из-за этого угла что не все автомобили могут вытянуть если слишком большой сделать то сделали серпантин но почему вот иногда вот они предмессия уже прага почему иногда посреди поля делаются такие развороты не совсем ясно между аномальными зонами какими-то да ну да ладно в общем мы справились вроде бы как так тут 80 хорошо прага тут где-то должен быть значок 60 или даже 50 как мы знаем с вами в Европе приняты скоростные ограничения 50 километров в час по крайней мере я довольно таки часто видел в городах такие ограничения может быть и не везде это тут у нас пробочка так и нам сразу же с вами направо пока доедем пожалуй не один раз тут сменится знак на светофоре кстати смотрите вон впереди какая-то супер крутая достопримечательность ну-ка давайте мы вот так вот посмотрим кстати на наш грузовичок в Праге вот такая вот интересная башня не знал не знал да ну тут плотный график вернее плотное движение постоянно у нас красный свет загорается буквально проехал я тут вы видите да 10 метров туристы так по крайней мере я теперь вот за эту дорогу за спокойную такую ну относительно спокойную я имею ввиду что когда я не говорю ничего да вот когда сам еду между сериями по трассе то я более-менее так могу разобраться совсем что-то там посмотреть куда-то то есть не отвлекаешься вот действительно не отвлекаешься на разговоры и вот теперь я более-менее разобрался с панелью нашего трака вот справа у нас значок нарисован сколько литров топлива осталось под ним сразу же 789 километров сейчас показано это насколько топлива у нас еще хватит с вами ну и слева еще предстоит разобраться но уже более-менее некоторые понятно вот тут у нас время показано температура то ли за бортом то ли наоборот скорее всего за бортом нашего грузовичка так поворачиваем поворачиваем сюда поворачиваем здесь же индикаторы дальнего света ближнего света успею да успею так хорошо здесь у нас опять сложная парковка которую мы будем производить пожалуй ну попытаемся по крайней мере произвести от первого лица потом если что да тут наверное сразу мы с вами если что сделаем вот так вот так еще чуть-чуть вперед протянем до камеры не уезжай я так плохо вижу выворачиваем выворачиваем так так Отлично Я думал, что еще придется Немножко тут покорячиться Но Нормально Итого мы с вами проехали 800 километров 16 часов Ну вот вы видите, да, то есть Прошлый рейс у нас был Более длительный Но заняло это меньше, тогда у нас 13 часов А вот сегодня Из-за таких вот дорог Так, опыта мы с вами получили И 11 уровень Это просто здорово, и 20 тысяч Так, ну и мне говорили, что Пока что не упираться в дальние дистанции Желательно, да А все-таки брать что-нибудь Или хрупкий груз, или дорогостоящий Срочные заказы нет, пока что нет Не готов я К полетам Давайте мы пока что возьмем Дорогостоящий груз Или хотя бы, может быть, первый Плюс 5 к оплате за доставку Хрупкого груза Плюс 22 дополнительного опыта За доставку хрупкого груза Вот, или одно, или другое Ранг 2 Плюс 10 Плюс 15 ценного груза Давайте мы, наверное, вот так вот Начнем По чуть-чуть прокачивать Вот эти вот Срочные Будем в самом Последнем Брать Так, ну что же Теперь давайте посмотрим Что у нас тут Есть Во-первых, для начала Посмотрим Какие у нас отсюда предложения Из Чешской Республики Я бы, конечно же, хотел рвануть Вниз Вот так вот Через Австрию По возможности Через Италию Вот так По югу еще проехаться По вот этим вот городам Торино тут у нас Смотрите, Леон Вот Ну, или вот здесь Вот тоже мы с вами Никогда не ездили Но предложений тут Вот отсюда Как-то не очень много Откровенно говоря Вот здесь вот Небольшое За 2000 2089 километров Замороженные продукты Мы можем Нет, назад я не поеду Или вот у нас тут Такой 1118 километров Офигеть Длительность рейса 29 часов 28 Нам платят 56 Да, 33 тысячи Если мы с вами туда проедем Я Когда-то Вот здесь вот Я начинал Пытался начать Покататься По Великобритании Из-за того, что у них там Какое левостороннее Правостороннее движение Короче говоря Я сразу же впилялся И не единожды И свалил оттуда В общем Это занятно Конечно же Но вот тут Через всю Германию Через Нидерланды Огромный рейс такой Так, ладно Давайте пока Отложим Отложим это И посмотрим Что у нас Вообще Тут есть Мы с вами пытались Вон я вижу Какой-то вопросик Да Пытались Разузнать Засветить Что-нибудь Так Тут у нас Кадровое агентство Хорошо Посмотрим Куда нам нужно Повернуть Нам нужно Вот так вот Развернуться Вот здесь Повернуть Еще раз И проехаться Вот так И вот здесь Вот засветить Как раз Скорее всего Это автосалон У нас И сразу же Техническая Мастерская Где мы сможем Немножко Наш с вами Трак Возобновить Ну давай Ну давай родной Проезжай Так 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 Нам сейчас Направо Или налево Направо Потому как Налево Там Нам не дозволено Ездить Пока Съездить Посмотреть Как говорится Здорово Так Это одна Это одна из лучших Вот так вот Ну вполне Логично Скажем Купить Когда у нас Появятся деньги Гараж На востоке Европы На западе На севере На юге И где нибудь В центре Чтобы охватить Всю Европу Нашими С вами Перевозками Не дать Конкурентам Совершенно Никакого Преимущества Если бы Они здесь были Да Это было бы Еще одним Из многочисленных Плюсов Этой игры Если бы Здесь можно было Соревноваться С конкурентами Грузы забирать Например Ты пока там Замешкался Смотришь Уже оп А грузов то и нет Увезли у тебя Прямо из подноса Так Кажется нам Вот туда По GPS Дальше Я тут По вот этим Вот круговым Катаюсь Откровенно говоря Слабо Представляю себе Как тут Нужно там Что-то показывать Не нужно Было Да Спасибо Спасибо Как-то 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 Более Привычно Вот у нас 90 тысяч Уже Так Больше Ничего Я не хочу Раскраска У нас Просто Суперская Как вы Знаете Вот он Как выглядит В меру Агрессивно И в меру Так По-зимнему Да По-новогоднему Посмотрим Посмотрим Что у нас Здесь За салон Такой Рено Рено Да Насколько Я помню У нас Тут Должно Быть Да Рено Мне В комментариях Говорили Когда мы Сами Искали Автосалон Рено Что в Праге И вот Оно Действительно Так и Есть Понятное Дело Что Менять Я Пока Что Не Собираюсь Мой Суперский Грузовик Я К нему Привык Уже И Мне Он Очень Нравится Особенно В салоне Это просто Какое-то Настоящее Наслаждение Сидеть В этом Салоне Так Я хотел Посмотреть Вообще Предложение Из Праги Давайте Взглянем Что тут У нас С погрузом Я же Не думаю Что Да У нас Еще Тут Есть Где-то Предложение Возможно Даже Рядом С Прагой Давайте Посмотрим Что тут У нас 33 42 2000 Офигеть Вот это Цены Но и Проехать нам С вами Нужно будет Смотрите Да Еще и по Англии Нужно будет Прокатиться В Ливерпуль Офигеть Я боюсь Что я просто Там влечу Куда-нибудь Из-за Неправильного Распала Неправильного Трафика Я просто Куда-нибудь Влечу На эти Самые 40 тысяч А может быть И больше Или будут Тащиться Едва Едва Но 40 тысяч Это Конечно Здорово Так Ладно Давайте Еще Посмотрим Вот 33 тысячи То же самое Мы с вами Видели Уже 12 тысяч Это Совсем Где-то Вот тут Рядом 3000 Еще Ближе 9 Тон Трактор Подвести Туда И Трактора Вот Мне кажется Вот это Трактора Смотрите Нам дадут С вами Довольно Таки Неплохой Я считаю Сумму 960 Км Извините И Длительность 15 Часов И Из-за Того Что Мы Будем Ехать По Европе В Париж Попадем Еще Раз Конечно Живот Сюда Было 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 Интересно Мне Съездить Ну Что Рискнем Давайте Рискнем Я Хочу Съездить В Великобританию Мы С вами Там Никогда Еще Не Были Тем Более Что Засветим Вот Здесь Вот Еще Центр Европы Ладно Кто Не Рискует Тот Не Попадает В Аварию Берем Так Мы С вами Берем А Где Это Все Находится Вот Нам Нужно Выехать Вот Сюда И Потом Поехать На Ремонт Я Уже Представляю Что Мы С вами Будем Наверное Ремонтироваться Ну Ладно Это Вызов Мне Как Водителю 11 Уровня Левостороннее Движение В Англии Занятно Будет Я думаю Вам Тоже Поэтому Мы Вот Этот Весь Курс Во-первых Из-за Того Что Мы Будем С вами Ехать По Неизведанному Участку Европы Поэтому Я Все Буду Записывать Абсолютно Так Вот Здесь Вот Как А Понятно Спасибо 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 Да Спасибо Так Блин Это ж Надо Ладно Поехали На Тон И Круговой Чтобы По Кругу Мотаться Вот Так Вот Нам Нужно Вот Сюда Повернуть Вот Поэтому Мы Весь Путь С вами Будем Писать Получится У нас Серии 3 4 Может Быть Даже Больше Но Я Уверен Что Это Будет Интересно И Новая Местность И Особенно Будет Интересно Смотреть Как я Буду Врезаться Буду Вот Так Выписывать Кренделя Вот Тут Вы Видите Что Даже Так Скажем На Простых Вот Таких Перекрестках На Правостороннем Движении И то Я Иногда Тут Подзем То Не Туда Заехали Мы С вами То Еще Что Нибудь Что Будет В Англии Я С трудом Представляю Но Я Уверен Что Это Будет Нечто Интересное Так 80 Хорошо 80 Мы С вами Свободно Можем Можем Поехать И Даже Больше Как-то Далековато Мне Кажется Я Что-то Так По Карте Посмотрел Думал Что Ближе Нет Ах Да Ну Ладно Зато Маршрут Интересный В общем Доедем Мы Сейчас С вами Тогда До Этого Агентства Возьмем Груз И Пожалуй На этом Будем Прощаться В следующей Части Выйдем В большой Интересный Маршрут В Такой Рейс Интересный Занятный И Особенно Будет Конечная Часть Его Интересна И Мне И Я Надеюсь Что Вам Тоже Если Все Пройдет Как Нужно То Тогда У нас Будет Целая Куча Денег 130 Тысяч Я Уже Начинаю Подсчитывать Говорят Что Не Дели Шкуру Неубитого Медведя Я Уже Начинаю Подсчитывать Как раз Делить Эту Самую Шкуру И Подсчитывать Сколько У нас Там Денежек С вами Будет При Нормальном Исходе Ситуации Но Как Не Подсчитать Денежки Тони Мауни Нам Светят И Опять У нас С вами В начале Рейса Дождь Идет Плохая Примета Короче Говоря Мы Уже С вами Знаем Неоднократно Сталкивались С С Этой Приметой Как Только Дождь В начале Рейса Так Или Какая Нибудь Предаварийная Ситуация У нас С вами Или Какой Нибудь Фейл Ладно Наплюем Там Как Говорят Нужно Плюнуть Через Левое Плечо Три Раза Постучать Два Раза Лбом А Дерево У нас С вами Все нормально И всякие Приметы Можно Наплевать На Вот И мы С вами Так И сделаем Как Только Возьмем Груз Так Вот здесь Уступите Дорогу Я тут Понял Уступать Там Некому Вот Только Что Прошелестило Мимо Нас Фура Никому Не Уступая Совершенно Так Вот Я еду Как-то Как Насчет Полицейских Как Это Меня Еще Не Не Схватили За Жабры Я даже Не Представляю Нам Прямо Странно Я думал Куда Потому Как Мы Сами Были Неоднократно Уже Штрафованы За то Что Едем Во время Дождя Не включив Габариты Так Вот Он Этот Груз Берем Груз Нас Ожидает На Погрузочной Площадке Ну Давайте Посмотрим Скаут Карс Что Это За Скаут Карс Такие Ага Вот Она Так Ну И Соответствие С нашим Предстоящим Походу Приключением У нас тут Сразу же Начинаются Трудности В самом Начале Попробую Еще Подцепи Да В этом Маленьком Таком Дворике Вырули Отсюда С этим Самым Грузом Цепляем Трудности части, и начнется у нас действительно интересный рейс, я надеюсь. И вам он будет интересен, но мне так это уж точно. Короче говоря, приготовьтесь, у нас будет рейс длительный на несколько серий, на несколько частей. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока.